Московский городской суд отказал Сергею Курабасову провести карантин дома и оставил в СИЗО до 3 мая. Об этом рассказал адвокат Эдуард Видакос. По его словам, на очередном апелляционном заседании, которое прошло в среду 15 апреля, суд вновь рассмотрел жалобу защиты на решение Басманного суда о продлении срока содержания под стражей до 3 мая и оставил его без изменений. Расследование дела подходит к завершению, потому сторона защиты просила суд отменить постановление, изменить меру пресечения на более мягкую, сказал Видакос. Также адвокат подчеркнул, что из-за карантина с начала апреля ограничено посещение, допросы также не ведутся. Напомним, в феврале Видакос подал апелляцию на решение Басманного районного суда о продлении его подзащитному срока ареста до 3 мая. Карабасова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере по делу о пропаже детской площадки в лесопарке. Свою вину он не признает и со следствием не сотрудничает. Ранее остальным фигурантам уголовного дела продлили домашний арест. Рязанской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка по факту складирования биологических отходов утилизационным предприятиям, расположенным в районе поселка Листвянки Рязанского района. И установлено, что данным предприятиям незаконно складировались биологические отходы на земельном участке и попадали в реку Рака. По данному факту Рязанской межрайонной природоохранной прокуратуры в органы предварительного расследования направлены материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 247 УК РФ. Ведется следствие. Рязанской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения водоохранного законодательства на территории Рязанской области. Данная проверка показала, что в нашей области не установлены зоны затопления и подтопления. В связи с чем прокурор был вынужден обратиться в суд. Судом принято решение о возложении на Министерство обязанности по направлению соответствующих предложений Федеральное агентство водных ресурсов. Министерство природопользования, не согласившись с принятым судом первой инстанцией решением, обжаловало его в апелляционном порядке. Апелляционной инстанцией принятое решение оставлено без изменений, а апелляционная жалоба без удовлетворения. Несмотря на пандемию коронавируса, волонтеры продолжают искать детей, пожилых и инвалидов. Поисковый отряд «Лиза Алерт» во время пандемии выезжает только на экстренные вызовы в масках и перчатках. Если мы выезжаем на такие поиски, то выезжаем мы по два человека. Эти двойки, группа из двух людей, они, как правило, на период карантина не должны меняться. Люди, которые находятся в этих двойках, оснащены, соответственно, средствами индивидуальной защиты. Это перчатки, это маски по возможности, также это защитные очки и это респираторы. Но с этим чуть дело стоит сложнее, потому что их нет в достаточном количестве на настоящий момент. Всю основную часть работы мы стараемся производить в социальных сетях и с помощью средств массовой информации. Поэтому, естественно, мы просим всех граждан в настоящий момент особое внимание уделять ориентировкам и их распространению. Главное правило отряда «Лиза Алерт» в нынешней ситуации – соблюдать все необходимые меры предосторожности. Поэтому волонтерам приходится ограничивать активные поиски и выезжать в экстренных случаях. С начала апреля у нас уже было шесть заявок. Из них две заявки на подростков. В настоящий момент отрядом ведется работа по поиску Зинина Александра Игоревича. Молодой человек, 29 лет. Он нуждается в медицинской помощи и может находиться как в любом районе Рязани, так и в соседних городах. Огромная просьба посмотреть внимательно на ориентировку и по возможности разместить ее в социальных сетях. И если у вас появится какая-то достоверная информация относительно места нахождения данного молодого человека, просьба незамедлительно сообщить ее либо сотрудникам полиции, либо по нашему горячему номеру. Это номер 8 800 754 52. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» просят жителей обращать внимание на ориентировки в соцсетях, а еще оставаться дома на период самоизоляции. Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии Паризанской области подвели итоги весеннего сезона охоты. Как известно, в период с 28 марта по 10 апреля этого года на территории нашего региона проводился сезон охоты на болотно-луговую тичь. В среднем в профилактических мероприятиях ежедневно принимали участие до 30 сотрудников правоохранительных органов силовых структур. Это сотрудники Управления Росгвардии Паризанской области, УМВД России Паризанской области, Рязанского линейного отдела МВД России на транспорте, а также 19 инспекторов Министерства природопользования Рязанской области. За период проведения профилактических мероприятий весенней охоты к административной ответственности за нарушения, связанные с несоблюдением правил охоты, хранения, ношения, транспортирования и использования охотничьего оружия было привлечено 66 лиц. За допущенное нарушение правил охоты к административной ответственности было привлечено 45 лиц. За нарушение правил хранения, перевозки и ношения оружия было привлечено 7 лиц к административной ответственности. За нарушение сроков регистрации оружия или сроков постановки его на учет было привлечено 12 сотрудников. За нарушение правил перевозки и транспортирования 2 человека. Наиболее широко распространенным нарушением являлось нарушение правил перевозки оружия. Так охотники, уезжая с охот угодья, забывали убирать оружие в чехлы. За различные нарушения, связанные с оборотом оружия, у граждан было изъято 33 единицы огнестрельного оружия и 16 патронов. Сотрудники центра выявили две единицы незарегистрированного оружия на территории Шацкого и Сараевского районов. Кроме того, рейдовые мероприятия проводились совместно с инспекторами Окского биосферного заповедника на особо охраняемых территориях. В результате проведенной профилактической работы удалось не допустить чрезвычайных происшествий, а также серьезных нарушений законодательства на территории заповедника. В Рязанском художественном музее имени Пожалуйста нас состоялось открытие выставки произведений трех рязанских художниц – Надежды Блиновой, Галины Сметаниной и Татьяны Пивоваровой. Чтобы представить свое творчество, они объединились в рамках одной выставки, которую назвали «От земли до неба». Каждая из художников имеет за плечами несколько десятков работ, которые представлены на выставках разного уровня – от областных до международных. Их произведения хранятся в музейных собраниях и частных коллекциях как в России, так и за рубежом. Некоторые из их работ, отражающие исключительный взгляд автора, представлены в Рязанском художественном музее. Объединившись, эти художники представляют свой мир. Мир удивительно цельный, радостный, очень гармоничный и очень женский, наполненный лирическими откровениями, поэтическими интонациями. Каждая из них занимается в своей сфере искусства. Произведения рязанских художниц представляют индивидуальную грань творчества и технику исполнения каждого из авторов. Помимо картин, на выставке были представлены работы из керамики, автором которых является художник-керамист Галина Сметанина. Все ее скульптуры были изготовлены вручную, гончарным способом. На этом поприще она достигла удивительных высот и всеобщего признания. Ее работы признаются повсеместно на всех всероссийских и международных фестивалях, на которых она постоянно участвует. И можно сказать, что Галина Сметанина, рязанский художник, находится в русле международных тенденций керамики, искусства 21 века. Татьяна Пивоварова долгие годы работает в станковой графике. В ее творчестве пересекаются два мира – реальный и образно-мифологический. Работы художника отличаются светоносностью и изящностью письма. Работы, представленные на выставке Рязанского художественного музея, делятся на три категории. Здесь есть листы, которые относятся к более духовной части, то есть к праздникам православным и к их переживанию, ну, к простому человеку, так скажем. Вторая часть – это мир предметный, в котором тоже очень много духовного. Это натюрморты из простых вещей, которые кажутся в нас, там, рябины, яблоки, цветущие ветки. И несколько фантазийные композиции на этой выставке у меня, они связаны с темой птиц, то есть темой полета. Особой исключительностью выделяются картины на тему птиц, потому что при их создании художник выполнял целый комплекс действий на протяжении длительного времени для того, чтобы создать полноценное произведение. Сначала писался букет, вот, да что-то уже и не увидите, потом подводился фон, потом этот фон разбивался на мелкие частички мироздания и на отрисовку птиц, букет уже пропадал. И потом еще каждая секция птицы еще разбивалась на более мелкие, там, можно увидеть, если будет рассматривать, там, можно увидеть дома, деревни, там, фигурки можете увидеть, еще мелкие, более мелкие какие-то там растения. Открытие выставки «От земли до неба» совпало с предстоящей Пасхой, поэтому у авторов есть много работ на эту тему. В связи с введением карантина Рязанский художественный музей имени Пожалуйста на закрыт, поэтому все поклонники творчества рязанских художниц могут ознакомиться с их работами посредством интернета на странице музея ВКонтакте. Семен Иванов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова